представь, что тебе связали руки и ноги и сбросили в воду ужас, да? но сколько можно так продержаться? и есть ли способ выжить хотя бы 5 минут? и оказывается, у американских военных есть такой тест для начала поставь лайк прямо сейчас и посмотри ролик до конца там я попробую выжить на глубине 5 метров все трюки выполнены профессионалами, не повторяйте этого самостоятельно для тех, кто хочет сделать свой youtube-канал, я приготовил небольшой сюрприз по ссылке в описании друзья, всем привет, это Вадим Бабешкин, сегодня со мной мой друг Леша Леша, мы мастера спорта по прыжкам в воду, ну а сегодня у нас задание по плаванию итак, процесс тренировки кандидатов в подразделение морских котиков в спецназ ВМС США задание отработка умения всплыть из глубины со связанными руками и ногами суть заключается в том, что тебе связывают руки и ноги и нужно на 3-х метровой глубине выжить в течение 5 минут в этом бассейне есть 3-х метровая глубина я уверен, что мы с ней справимся просто на раз но если все пойдет слишком круто, то попробуем это задание сделать на 5-ти метровой глубине и утереть нос этим морским котикам поехали! короче, смотри, Леха, значит, если что-то, хоть что-то, хоть малейшая какая-то фигня что-то идет не так, то сразу же меня доставай а если что, эту рыбку ты вытащишь руки-ноги связываем и купаться ну, друзья, поехали! я планирую ногами вот это подгребать давай, Леха, будь на щеку, реально давай, все, погнали в начале все казалось достаточно легкой и безобидной затеей даже мелькнула мысль, а что тут сложного? однако, это состояние продлилось недолго уже к концу первой минуты я начал понимать, что все намного серьезнее, чем казалось и то, что случилось дальше, лишь подтвердило мои опасения и вот этот самый злополучный момент посмотрите внимательнее, я там реально чуть было не захлебнулся и я понял, что пора меня вытаскивать Леха, вытягивай! все, я не могу крупная попалась слушайте, ребята, на самом деле сколько я вообще продержался-то? ну, минуту 15 где-то, минут 20 мне казалось, что да вроде нормально, держусь там на живот перевернулся, на спины перевернулся а потом какой-то раз неловкое движение и это все стало реально очень опасным и очень хорошо, что мы предусмотрели и у меня реально не получилось, Леха слушай, какой-то в этом всем есть подвох чувствую себя таким морским котиком-неудачником несмотря на то, что я чуть не захлебнулся Леха все же решил попробовать повторить этот челлендж при этом он сказал, что будет придерживаться какой-то другой тактики ну что, давайте посмотрим, что он имел в виду кстати, проголосуйте там в правом верхнем углу сможет ли Леха продержаться пять минут ласково, как мама ласковый Вадим Леха, я честно, я не знаю, на что ты сейчас рассчитываешь потому что мой опыт оказался довольно-таки печальным ты готов? я готов так, ну все, Леха, что? желаю тебе удачи, твои пять минут начнутся вместе с твоим пушком давай всем привет смотрите, он какой-то... Леха это... какой-то хитрый лайфхак у него как мы потом узнали, именно таким способом морские котики проходят испытания вдох, погружение на дно с выдохом, отталкивание от дна ногами, снова вдох и так далее минута тридцать почти почему-то он ржет а вот продержаться пять минут в воде, не касаясь дна, видимо невозможно или возможно? как вы думаете? напишите об этом в комментариях может быть это отдельная тема для нового челленджа? да, 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 да пять четыре три два один есть все много суетился и когда вот барахтался, вот так очень много сил уходило Леха прошел испытание морских котиков это просто вообще охренеть а я сейчас все-таки попробую, так сказать, быть круче всех этих американских новобранцев здесь 5-ти метровая глубина если, как бы, да, там начинают прям какие-то сильные, да, там, конвульсии, то не думай, сразу меня вытаскивай хорошо ладно, попробуем дальше попробуем теперь мы делаем эксперимент под названием победить просто морских котиков делаем этот же челлендж, но на 5-ти метровой глубине на 5-ти метров оказались коварнее, чем я думал кроме того, что сильно увеличилось время между вдохами то на такой глубине еще и дико давит на уши а возможности продуться, как это делают ныряльщики или пассажиры самолета, когда закладывают уши у меня не было ведь руки связаны за спиной в итоге, решив, что барабанные перепонки мне еще пригодятся я решил остановить попытку я сдался, друзья ну, ребята, на самом деле это было так стрёмно давайте, друзья, честно, напишите в комментариях уделали ли мы сегодня с Лехой морских котиков кстати, в следующем ролике мы попробуем кое-что еще сделать на глубине так что обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик посмотрите видосики еще на наших каналах и... и вот посмотрите видосы посмотрите 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 вы